Мы к этому готовились в 8 лет, так есть такие подозрения. Классические операции военные, а именно рассекающие удары, создание клиньев, окружение войск противника, их там потом эти окруженные войска либо капитулируют, либо их уничтожают. В этой зоне от польско-белорусской и польско-украинской границы до практически на всем протяжении Припяти и на западных районах практически такие операции невозможны, просто в силу физико-географических условий. Сколько бы там войск, какое бы количество войск в этой ударной группировке в районе Бреста не собирали, они в общем будут, чем больше их будут собирать, тем больше будут пробки на этих дорогах, и тем выше уязвимость этих войск и колонн. Так что вот это достаточно такая тревожная, я бы сказал, версия о том, что Россия готовит удар, такой удар, перерезающий коридоры поставки вооружений, то есть с точки зрения такого здравого смысла, ну конечно, а почему же нет, если эти коридоры существуют, ну коридоры или коридоры, это конечно какая-то система транспортных коммуникаций, если железнодорожных прежде всего, если они есть, то почему бы их не перерезать, но не получается, не получается, потому что авторы этих версий просто не удосужились посмотреть на вот карты физико-географических условий, это во-первых, а во-вторых не задали себе вопрос, а почему собственно в начале войны, или там в первые месяцы войны, когда пошли транспорты с вооружением для вооруженных сил Украины, почему тогда русские не смогли, не решили перерезать, вот провести вот эту операцию, а с чего вы вдруг, почему, очень просто, потому что это практически невозможно, или крайне трудно, чревато огромными потерями и так далее и тому подобное. Второй вопрос, если говорить о северном направлении, это вопрос о том, не будет ли нового наступления на Киев, потому что, ну, Киев, вот если посмотреть опять же на эти карты, то Киев тут по течению, вдоль течения Припяти, там есть дороги, ну, в том числе дороги, которые связывают вот этот самый Чернобыль с Киевом, хорошее шоссе, ну и так далее, то есть это, в общем, проходимо. Ну, почему вдруг нет? Ну, может быть, а тогда вопрос, а сколько нужно таких войск там сосредоточить, потому что, в общем, в Украине-то, конечно, готовятся к этому и держат там достаточное количество, ну, я не знаю, какое количество, думаю, достаточное войск, средств и сил для того, чтобы отразить потенциальное наступление на Киев с севера, ну, повторение того, что было в первые месяцы войны, не только с севера, но там и с Черниговской области, уже с территории России, через Чернигов, Сумы и так далее. К этому вопросу готовятся, естественно. Сколько нужно таких войск России? Ну, группировка, которая была в марте прошлого года, действовала, это порядка 40-45 тысяч. И ничего не получилось, не получилось, хотя вооруженные силы Украины в тот момент были, ну, скажем прямо, давайте называть вещи своими именами, слабее, чем сейчас. Ну, разумеется, конечно, и вооружения были не те, которые сейчас... И вооружения не те, и фактор неожиданности, или там подготовленности, неподготовленности, это сложные вопросы, о которых потом, уже после войны, наверное, стоит разбираться. Но, тем не менее, не получилось тогда у России. Где, почему оно должно получиться сегодня? Сейчас очевидно, что поражение Украине мы наносим именно тем, что мы перемалываем ее личный состав в этой мясорубке. А на вашу думку, как швидко зараз піде процес, власне, наданя Украине, наданя Украине зброї? И мы говорим, и про танки, да, в контексті 8-го Рамштайна, который має відбутися в пятницу, 20-го січня. Чи почуемо мы, насправді, приемные новини про обсяги и терміни наданя важкой зброи, наступальною зброю? И даже сегодня было заявлено, что Соединенные Штаты ведут диалоги, у них есть понимание для того, что Украине нужна далекобійна зброя. Чи можно сподіваться, что до весны мы матимемо цей арсенал? Нехай и не в повных обсягах, но хотя бы половину от того, что необходимо и нужно Украине. Так, сейчас, пана Романа, перенаберут. И мы продолжим, власне, разговоры и поговорим безусловно с ним про то, что заявил секретарь РНБО Алексій Данилов, что, очевидно, будет готовиться наступ. Это кинець лютого, так, на речницю повномасштабного вторгнення, початок березня, безусловно с боку Росії, какая-то акция. Пане Романе, уже есть вы на связи? Я на связи, да. Получается, решили вопрос. То есть вопрос этот решен по передаче нам вооружений, так как мы слышим заявление о передаче и тяжелых танков, и поддержка, то есть бронетехника поддержки тяжелых танков. Уже появлялись заявления о передаче тех же Апачей, а это как раз триада, так называемая наступательная триада, тяжелый танк, БМП и вертолет поддержки. Именно она выполняет определенные наступательные действия. Нет смысла было передавать нам часть наступательного вооружения, если не будет передано достаточное количество такого рода вооружений. Потому вот те цифры, которые мы сейчас слышим, то есть те 14 танков, которые Challenger 2 уже начали передавать наши британские партнеры, я думаю, это надо умножать на 10, примерно это количество наступательной техники будет передано. То есть сначала нам обозначили примерные позиции, которые нам будут передавать тяжелые танки. Challenger 2 это как раз линейка из первой десятки тяжелых танков 4-го поколения. Здесь и Абрамсы, и Леопарды вторые, К-2 южнокорейские, мерковая израильская, даже протягиваются и Леклерки французские. То есть нам как раз дают самое лучшее вооружение именно наступательного плана. Те же Брэдли, это уже боевые машины пехоты, поддержки танков наступлений, те же Мардеры немецкие. То есть это как раз хороший броневой кулак. Я думаю, в тех будут переданы те цифры, которые заказывает наше Министерство обороны, так как нет смысла просто передавать их меньшим количеством, не будет выполнена задача. На Рамштанде мы не все услышим, где-то услышим процентов 30 того, что нам будут передаваться, а процентов 70 это будет в закрытых позициях засекречено. Но это и правильно, именно в таком режиме идет передача как таковая. Дальние средства поражения, я думаю, тоже будет принято решение, особенно в контексте тех случаев, которые произошли в последнее время. То есть той беды, которую увидел Днепр, той беды, которую увидел тот же Киев. Потому что применение не только С-300 вдоль линии фронта, а уже ИС-400 в режиме земля-земля. Это очень опасно, так как эта ракета может идти на дальность 250 километров. Для того, чтобы ее перехватить, нам опять же нужны те же комплексы, те же СМТ, те же уже достаточное количество батарей Патриота. Либо их можно уничтожать в точках пуска, уничтожая пусковые установки. А для этого надо Атакамсы 300-километровые, чтобы мы могли достать либо Атакамсы для Хаймерсов, либо для тех же Хаймерсов, допустим, ПСМ-ракета, которая еще дальше идет. Потому что, я думаю, будет принято решение, мы его услышим. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!